Здравствуйте, я Евгения Никитина, психолог, телесный терапевт, специалист по оздоровлению и метаэстетике. И в клинике доктора Ведова веду женские практики. В первую очередь это практики, которые направлены на восстановление и поддержание женского здоровья. Это комплекс физических упражнений, которые помогают восстановить естественную циркуляцию и достаточную циркуляцию крови в органах малого таза, во всем теле, для того, чтобы вместе с кровью к тканям приходили питательные вещества и кислород. Помимо того, что мы сидим, мало двигаемся, и это провоцирует, естественно, зажим в теле, еще очень много зажимов в теле появляются из-за наших каких-то паттернов, то есть наших привычек. Например, каких? На какой-то стресс или испуг тело зажимается, в сдавленных, в сжатых мышцах пережимаются сосуды, это также нарушает нормальный кровоток. И если вдруг человек, женщина в частности, очень часто подвергается каким-то шоковым ситуациям или в перманентном стрессе находится, то есть она находится все время в состоянии сжатия. И как раз еще один блок практик, который я даю, он посвящен снятию этого перенапряжения. В основе этих практик волновые, вибрационные практики, которые за счет таких легких, бережных, колебательных движений помогают устранить это напряжение. И когда тело готово, когда психика тоже не зажимается, тогда есть возможность перейти на третий уровень высоковибрационных, тонких практик. Они дают колоссальный результат. А часто бывает как? Услышали дыхание маткой или дыхание яичниками, потому что это же, конечно, очень красивые, нежные, тонкие практики. Но начинают практиковать, а тело не проточное, тело не пропускает этот объем энергии. С телом не установлен контакт. Это приводит к тому, что человеку говорит, ой, я занимаюсь какой-то фигней, потому что эти энергопрактики не работают, потому что нет этой чувствительности. Или же наоборот, получается каким-то удивительным образом запустить, поднять поток энергии, а тело не справляется с этим потоком. Соответственно, нужно все решать последовательно. Сначала поработать с телом, чтобы оно могло пропускать эти потоки энергии. Поработать с психикой, войти в контакт с телом, со своими эмоциями. Хорошо ощущать и слышать сигналы своего тела. И тогда есть возможность переходить на уровень тонких, эфирных, высоковибрационных практик. Как часто нужно заниматься женскими практиками? Я отвечу очень просто. Всегда. В любой момент времени. Пусть это будет 5, 10, 15 минут, но это необходимые практики. Они помогают в первую очередь предотвратить опущение и выпадение внутренних органов. То есть на гравитацию мы никак с вами повлиять не можем, но мы можем повлиять на состояние нашего здоровья. Дальше. Такие практики, допустим, как разблокировка таза, которую я провожу, необходимо делать раз в цикл. Она помогает достаточно легко, мягко, бережно снять напряжение с области таза. И очень много я слышу приятных отзывов, что у женщин мало того, что уходят болезненные ощущения во время менструации, есть такие наблюдения, что улучшается вообще состояние органов малого таза. Это подтверждается результатами УЗИ. Основным показанием к практикам идут какие-либо нарушения менструального цикла. Это может быть в первую очередь болезненные ощущения. То есть болезненная менструация – это не норма. Это не так, что мы родились с женщинами, и рожать мы должны в муках и мучиться ежемесячно от менструации. Но менструация – нет. Это показатель на самом деле нездоровья и дисбаланса ряда систем. Преобменструальный синдром тоже является показанием для занятий женскими практиками. Отдельная история – это про профилактику каких-либо образований фиброзно-кистозных, независимо от того, локализация в области матки, яичников или груди. Это все взаимосвязанные системы, поэтому гармонизирующий массаж груди и живота Камала, который я делаю, провожу как отдельный сеанс, он тоже направлен на то, чтобы устранить застойные явления и в груди, и в области живота, для того, чтобы обеспечить нормальный кровоток и нормальные условия для жизни клеток всем, кто собирается беременеть. У нас сейчас очень такое время стрессов, и для того, чтобы мягко войти в состояние беременности, необходимо тоже уметь и знать, как себе помогать, как расслабляться. Потому что это не секрет, что беременность может не наступать из-за того, что женщина элементарно истощена. Если, допустим, беременность не является сейчас для вас актуальной, мягкий вход в менопаузу. То есть у нас все боятся этой менопаузы, пытаются изобрести какой-то эликсир молодости или еще что-то, но данность такова, что все равно пусть пролонгировано, пусть медленно, но наш организм угасает, и можно предотвратить сопровождающие именно паузу явления, как, например, приливы. Нужно заниматься этими практиками. Они мягко корректируют гормональный фон, без таблеток, без гормонозаменительной терапии. То есть это на уровне нашего тела. Эти практики помогают запустить естественные процессы саморегуляции и самовосстановления, потому что нужно верить в мудрость своего тела. Наше тело уникально, и нам просто нужно помочь ему, а не вставлять палки в колеса. Я провожу как групповые занятия, так и индивидуальные, и, соответственно, у одного и у другого формата есть свои плюсы. В группе получается войти в эту волновую, групповую динамику, и, может быть, на энергетическом уровне лучше проработать какую-то свою тему. Что касается индивидуальных практик, здесь мы составляем с вами индивидуальный график. Я делаю подбор практик непосредственно под решение вашей задачи. И для того, чтобы попасть на мои занятия, необходимо записаться у администратора клиники. Вы можете сначала просто записаться даже на консультацию, и мы с вами подберем либо индивидуальный, либо групповой формат занятий. Желаю каждой женщине цвести и процветать, и приглашаю вас на свои занятия в клинику доктора Ветова.